Настоящая крепкая вера происходит из личного, глубокого познания самого Бога. И наша вера уже фактически это наш ответ на то, какой есть Бог, наша правильная реакция. Мы понимаем, какой Бог, мы доверяемся Ему, мы надеемся, мы изменяем свою жизнь в соответствии с тем, какой есть Бог. Тема нашего сегодняшнего воскресного изучения – это имена Бога. В прошлый раз я уже говорил о том, что можно назвать три основных имени Бога, и уже есть к ним дополнения, приставки. Первое имя – это Элохим. Это то самое имя, которое встречается с самым первым в Бытие 1.1. Именно там написано «Элохим», когда сказано, что Бог сотворил небо и землю. И в прошлом, в прошлое воскресенье мы с вами читали историю Агари из книги «Бытие» 16 глава, 13-14 стихи. Агарь в пустыне в своих обстоятельствах думала, что никто ее не видит, и вот Бог ей открывается таким образом, что теперь она понимает. «Бог, видящий меня». По-еврейски это звучит «эль-раи», то есть «Бог, видящий меня». И мы с вами понимаем, что прямое применение этой мысли «Бог видит меня», он видит меня на всяком месте. То есть это соответствует Божьему качеству «всевидящий», «всезнающий». Бог видит меня, мои обстоятельства, Бог видит мои недостатки, Бог видит, где я прав, где я не прав, Бог все видит и все знает, ну и соответствующим образом реагирует. Ну и нам с вами нужно понимать, раз Бог видит, то от Него не скроешься и с Ним в прятки играть просто-напросто бесполезно. Нужно просто правильно понимать, что Бог видит меня везде, на всяком месте, и все мои обстоятельства видит. Бог является как Бог всемогущий. Бытие, 17 глава, 1 стих, именно так Бог открывается Аврааму как всемогущий Бог. Бытие, 17.1, «Эль-Шаддай» – это имя Божье. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И, как вы понимаете, здесь речь идет о размножении, о Авраама, еще не было его, вот этого сына-носителя обетований. Но Бог говорит о том, что Он всемогущий, то есть Он может абсолютно все. И для Него несложно даже 99-летнему человеку дать сына. На этой неделе мы со студентами колледжа беседовали, и одна сестра сказала, что когда у нее должна была родиться самая младшая, уже шестая по счету, сестра в семье, а ее матери на то время было 40 лет. И врачи очень сильно были недовольны, что очень, вот так по их понятию, старый человек. Ну и один из преподавателей сказал, наверное, эти врачи Библию не читают. Вспомните о Саре, во сколько лет она дала рождение, сколько было Аврааму в этот момент. Бог всемогущий, и Ему, конечно же, несложно решить любую проблему. Бог может все об этом, и говорит Его имя Эль-Шаддай, то есть всемогущий Бог. Следующее имя также с приставкой Эль – Эль-Леон. И вы видите, что по звучанию тут два раза повторяется слово Бог. Эль-Эль-Леон, то есть Бог богов совершенно правильно, или же Всевышний Бог. То есть Тот, Который выше всех, всех любых, кого бы ни называли богами, или не почитали богами, царями. Он выше людей обычных, выше царей, выше ангелов, выше всех обстоятельств. Книга Даниила, 7 глава, 27 стих – это одно из многочисленных мест, где упоминается это имя. И там идет речь о том, что царство этого Всевышнего Бога будет вечным. Это уже то царство, которое придет в конце времен, после всех земных царств, после всех перипетий, всех событий. Придет вечное царство, где будет царствовать Всевышний Бог. Но и сегодня Он выше всех, а значит, Он царствует над всеми. Мы говорим это, правда, применяя к Иисусу Христу, царь царей и Господь господствующих. Тоже это также по-еврейски имеет значение, что Он выше всех, Он царствует над всеми. Следующее имя – Эль-Олам, или Бог вечный. Бытие, 21-33. Авраам поклоняется Богу, как Богу, у которого нет начала и конца, который вечен. И Бога невозможно убить, уничтожить, Он бессмертен, Он будет вечным. Это люди будут приходить и уходить, обстоятельства будут меняться, все изменится, даже наша планета, даже Вселенная изменится. Но вот вечный Бог, Он не изменяется. Следующее имя основное – это имя по-еврейски. Оно передано четырьмя согласными буквами. По-русски эти четыре согласных буквы можно произнести как Яхве или ЕХВХ. Вот такое имя из четырех букв. Причина, почему мы так должны произносить это имя, потому что по-еврейски пишут одними согласными. Нам это, возможно, сложно представить тем, кто говорит по-русски, на украинском языке говорит. Но, тем не менее, это так. Но есть тут определенный элемент мудрости. Так меньше места занимает, так меньше чернил, бумаги. Соответственно, сами понимаете, расходы меньше и так далее. И так будет быстрее. То есть экономия тут во всем. И если, как мы скажем, приловчиться, то и нам, в принципе, несложно было бы. И даже иногда говорят, а есть ли простые слова, в которых всего лишь одна согласная. Ну, например, если вы пишете, дети могли бы сказать, у меня есть домашнее животное, вот мой любимец КТ, одна буква пропущенная. Какие у нас могут быть варианты? Ну, может быть, это кит, конечно. Или кот. Ну, наверное, мы бы с вами подумали, что все-таки ваши домашние животные – это кот, который у вас любимый. Вряд ли у вас там кит дома плавает где-нибудь в аквариуме, разве что игрушечный. То есть это достаточно просто и понятно. Ну, понятно просто для тех, кто пользуется. Поэтому, когда евреи писали это имя, они писали его только четырьмя согласными буквами, опуская при этом гласные. Когда читаются, тогда гласные произносятся. Но вот в чем получилась проблема. А получилось она в том, что это имя считалось наиболее почитаемым и священным богом, именем бога Израиля среди евреев. И поэтому, помня заповедь, записанную в книге Исход, 20 глава, 7 стих, ну, вы, конечно, знаете, «Не произноси имени Господа Бога твоего всуя», то есть напрасно. Для того, чтобы не произнести напрасно, евреи и не произносили вообще. То есть когда читающий, где-нибудь в синагоге или где-то еще, читающий доходил до этого имени, он вместо имени, ну, допустим, Яхве, он читал Адонай. И так происходило всегда. И с течением времени произношение этого имени никогда не читалось, не произносилось. Соответственно, какие гласные буквы в этом слове, просто забыли. Но что-то нужно было дальше делать, когда уже масореты для чтения, для перевода Библии вставили гласные буквы, нужно было принимать решение. Это происходило намного позже, чем уже были написаны книги Ветхого Завета. И нужно было принять решение, какие же гласные буквы поставить в это слово. А их никто не знает, как произносится это имя. И поэтому вставили гласные буквы из слова Адонай, из того самого слова, которым при прочтении заменяли это имя. И получилось то, что мы сегодня пишем, читаем, как имя Иегова. То есть из тех четырех согласных, которые на самом-то деле были и есть в оригинале Священного Писания в еврейском тексте, когда вот Яхве написано. Ну, добавили гласные буквы, и теперь получается имя Иегова. Конечно, мы все, ну все, кто изучает, понимают, что это не то самое имя, не то самое звучание, которое было в оригинале. Просто его искусственно создали для обозначения имени Бога вот с гласными буквами. Ну, кто считает, что нужно быть ближе к оригиналу, а тот читает, как И-Х-В-Х или Яхве, Ягве, Яхве. Вот так можно произнести эти четыре согласные. Но что хорошо для нас с вами, для нас с вами не так важно, как оно по-еврейски звучит или как оно звучало в оригинале. Самым важным для нас с вами является тот факт, что же значит это имя. А вот здесь никаких ошибок, никаких сомнений, никаких потерь у нас с вами нет. Это имя записано в книге «Исход», 3 глава, 14 стих. Событие, когда Бог посылает Моисея вывести израильский народ из земли египетской. И Моисей говорит, ну вот если меня спросят, что меня за Бог послал, как ему имя, что сказать мне, это исход 3.13, конец этого стиха. И вот Бог отвечает на вопрос Моисея, что же ему сказать. Какой Бог, как его имя. Бог сказал Моисею «Я есмь сущий». И вот если вы посмотрите синодальный перевод, обычный, стандартный, вы увидите там в скобочках курсивом написанное имя Иегова. То есть этот курсив означает, что на самом деле в оригинале этого слова просто нет. Для того, чтобы нам с вами было понятно, откуда взято это имя. «Я есмь сущий, и так скажи сынам Израиля, сущий послал меня к вам». Что это значит? Это значит, что Бог существующий, или другими словами, Бог живой. Вот это «Я есмь» и означает «Я есть, я живой Бог». И я думаю, почему Бог в этот момент открывается Израилю именно с таким именем. И если мы посмотрим разные имена, уже начали смотреть, мы понимаем, что в разных обстоятельствах человеческой жизни Бог по-разному открывается человеку, показывая, что Он на самом-то деле есть лучшее решение всех наших вопросов, проблем, жизненных обстоятельств. Все, что нам с вами болит, или что у нас с вами радостно, Бог самый лучший во всем этом. Бог просто соответствует нашим обстоятельствам, просто доверившись, зная Его качества, зная Его божественные имена, мы можем довериться Ему, что Он в этой ситуации действительно и будет нашим выходом и лучшим решением. Ну, а если Бог открывается с таким именем «Я есмь» или «Я есть», «Я существующий», «Я живой», то, вы знаете, мне это показывает, что евреи на тот момент просто-напросто забыли о существовании своего живого Бога. Обстоятельства их жизни таковы, что они 400 лет находятся в рабстве. Действительно, мы читаем, это было очень тяжело, это были серьезные угнетения. Как мы с вами знаем, их попытались уничтожить, как народ полностью, чтобы этот народ выродился, был уничтожен. Вот такие все были применены усилия египетским фараонам. И вот, возможно, под этой тяжестью событий люди просто настолько заземлились, настолько были придавлены к этой земле, этой тяжестью жизни, что они вообще забыли о существовании своего Бога. И Богу приходится открываться этому народу с именем «Я есть», «Я существую», «Я живой Бог». И другими словами, еще мы можем сказать, что Бог имеет жизнь в самом себе. Вот это «Я есть сущий» еще означает, что Он тот, кто имеет жизнь в самом себе, тот, кто дает нам с вами жизнь. Вот что говорит это имя «Я есть» или «Яхва», или мы еще иногда говорим имя «Яегова». В нашей русской Библии мы найдем упоминания с таким именем. Есть производные от имени «Яхвы» или «Яегова». Первая из них мы с вами прочитаем из книги «Бытие», 22 глава, стих 14. И всем нам с вами очень хорошо знакомо это событие. Это как раз когда Авраам должен пойти на гору моря, чтобы принести в жертву, особенную жертву. Бог сказал принести в жертву его вот этого самого единственного долгожданного сына, носителя Божьих обетований, через которого Бог-то и пообещал, что он даст многочисленное наследство. И теперь Бог говорит его принести в жертву. Мы, конечно, слышали много проповедей, сами размышляли на эту тему. Но вот здесь интересный вопрос этого сына, 22 глава, 7 и 8 стихи. До этого Авраам оставляет своих слуг у подножья горы, а дальше идет со своим сыном. И они несут все необходимое для этой жертвы за исключением самой собственной жертвы. По крайней мере, так выглядело в глазах сына. 22 глава, 7 стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и вот дрова, где же Агнец для всесожжения». И вот то, что Авраам отвечает, 8 стих. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». Вот такой был ответ. Бог усмотрит, Бог решит эти обстоятельства. Как? Пока неизвестно. У Авраама, вероятно, был свой план или предположение, как Бог может решить этот вопрос. Он ожидал, что они вернутся вместе с сыном после совершения этой жертвы. Так он и сказал своим слугам, когда оставлял. В 5 стихе сказано, «Останьтесь вы здесь, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся». В множественном числе, «Возвратимся к вам». Когда я начинал читать Библию, я думал, правда ли говорил Авраам, может быть, он тут чуть-чуть выдавал желаемое за действительное. Он-то знал, что в жертву нужно принести сына, что, по идее, возвратиться после этого жертвоприношения должен. Он один, а он говорит, вернемся. Мы вдвоем вернемся, фактически. Но послание к евреям, 11 глава, говорит о том, что у него была настолько сильная вера, что он верил, что Бог силен и из мертвых воскресить. Вот так он верил. Причем это удивительно, на мой взгляд, это особенная сила веры, потому что эта жертва была не просто жертва, а жертва всесожжения. То есть жертву полагалось полностью сжечь. И после этого Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему? Он так верил, какие у него были на это основания, когда мы с вами будем проходить эту главу, несколько позже в нашем изучении по пятницам, то мы с вами дадим ответ на этот вопрос, как он мог так верить. Но вот здесь так и получилось, как сказал Авраам, 22 глава, 13 стих и 14, когда Бог отменяет эту жертву сына, он дает жертву взамен. Бытие 22, 13 и 14. «И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя место тому Иегова Ире», то есть Господь усмотрит. Посему и говорится, на горе Иеговы усмотрится, даже эта фраза вошла в поговорку в Израиле на то время, усмотрится. Бог усмотрит то, что нужно. И насколько вот это имя Божье затрагивает, ну, просто суть нашей с вами жизни, нашей с вами веры, хождения. Мы надеемся на такого Бога, который сильный, всемогущий, который знает и видит меня, тот, который усмотрит все. Он силен, он может и он действительно усматривает. Он смотрит наперед, он знает наперед все. И у него есть решение всех вопросов нашей жизни. Аминь.